МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, а сейчас те самых красивых детей будут снимать. Так. Делепорту, а больше относятся к городским жителям нашим. И поздравить от нашей общественной организации «Любава», а в нашем лице всех наших спонсоров, которые нам помогают. Депутат Верховный Рады. Только звонишь и говоришь, что у вас растут и умнеют. И слава Богу, что они у нас здоровые, в нашем городе живут. А это всегда очень хорошо. Потому что наш город никогда не был безразличен никаким детям. Некрасно. Есть категории разные. У нас есть одними из первых. говоришь, Даша и Марина. Мария, хочу поздравить их тоже с праздником. Сразу видно, что она, наверное, лучше кушает. А тебя тоже с праздником. Чтобы вы хорошо кушали, здорово. Поэтому тебе один подарок. Веронике другой. С сентября нам исполняется еще и день рождения. У нас, конечно, тоже наша известная девочка, потому что мы с ней давно дружим. И с самого начала, с первого класса. Помнишь? Поэтому тебя тоже поздравляем с начала нового учебного года. И то же самое. Ну, прилепить к себе ближе. И спи с ней. И говори все свои секреты. Хорошо? И очень младше. Поздравляем вас. Игрушки выбрали? Такие взрослые у нас в подъезде дети, которые все умеют. И ухаживают за братиками, и за сестричками, и за всеми. И за мамой помогают. Ну, молодцы. Пенка, Аня. Есть. О, давно сидим. Поздравляем тебя тоже? Спасибо. Поздравляем тебя. Эту акцию мы проводим ежегодно. Это уже несколько лет мы проводим эту акцию вместе с управлением освиты нашего города. Почему? Потому что мы, как общественная организация, мы в основном охватываем детей из многодетных семей или детей-сирот, которые находятся под опекой. В основном это те, кто не связан родителям спортом или заводом, то есть не имеет дополнительной какой-то помощи от этих предприятий. Это наши городские семьи, наши городские дети, и они уже не первый год у нас здесь находятся. Вот я просто сегодня говорила, Денис Штепа, так мы его знаем с трехлетнего возраста, а он уже идет третий класс. И мы все время здесь его опекаем, как бы. Ну, во-первых, всех детей хочу поздравить, родителей с начала учебного года. Это одна категория, с которой мы работаем. Их мы всегда считаем нашим долгом поздравить еще раз от себя, потому что мы стараемся помочь в приобретении школьных принадлежностей. Мы их всегда приглашаем, чтобы они у нас здесь пообщались. Еще раз мы с ними знакомимся, потому что они старше становятся на год. Ну, и всегда приятно делать то, что... Ну, я хочу сказать, мы не зарабатываем сами, мы общаясь на организации. Мы всегда только это делаем, организационное начало. Большое спасибо тем, кто нам помогает. Очень большое спасибо Александру Семеновичу Презмуту, потому что материально, когда бы мы не попросили, он всегда идет навстречу и никаких вопросов не задает. На что вы это делаете? У нас те семьи, которым надо помочь. И он всегда говорит, да, сколько нужно, значит, я помогу. Ну, мы всегда скромно обращаемся к нему, но всегда он помогает. Большое спасибо кондитерскому цеху при Портово заводе, потому что они делают свежие, нормальные пирожные, которые мы знаем, что они очень вкусные, и сразу привозят сюда нам, чтобы помочь в оформлении столов. Большое спасибо Владимиру Яковлевичу Древноходу, потому что он тоже не оставляет нас без внимания никогда. Я говорю, потому что, ну, наверное, он, как почетный гражданин города, понимает ответственность перед теми категориями детей, которых мы здесь сегодня принимали. И огромное спасибо всем. Город достаточный материально, и поэтому поздравить своих детей мы можем. И игрушками мягкими, которые нам приносят, потому что наша программа «Все за спасибо» работает постоянно у нас, уже лет пять. И поэтому все, что приносится сюда, мы сразу вставляем, и люди могут брать бесплатно. То есть вот сегодня пришли люди, они взяли игрушки там, какие-то вещи, ушли, и слава Богу, что это получилось. Поэтому всех еще раз с началом учебного года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова